Белорусы всегда были и будут близки с природой. Одни ездят на шашлыки, другие ходят за грибами и ягодами. Поэтому и относятся к дарам с вниманием. Подтверждение – недели леса. В этом году акция актуальна как никогда. Январский ураган повалил больше половины месячной нормы от плановой вырубки. Только в Бавруйске пострадало 365 гектаров территорий. По поручению президента порядок навели быстро. Теперь массив ждет восстановления. В этом году планируется высадить около трех миллионов штук сеянцев и саженцев. Это основные лесообразующие породы наши, такие как сосна, ель, дуб, береза, ольха. Все эти сеянцы выращены на нашем лесном питомнике. Бавруйские школьники съехались в лес, чтобы не просто провести время на природе, но и внести свой вклад в экологическое дело. Ребятам выдали перчатки, мешки и сеянцы. Одни делали лунки, другие высаживали молодые деревья. На этой территории участвуют более 180 человек. Это местные жители, это школьники, это охрана природопользования района и города Бавруйска, это центр дополнительного образования «Росквит». Школьники вместе с педагогами восполнили пробелы в прошлогодних рядах. Деревца должны расти через каждые 60 сантиметров. Свой след гости леса оставили на территории больше 4 гектаров. В земле 6,5 тысяч сеянцев. Конечно, выживут не все, именно поэтому высаживают так много. Сеянец нужно поместить в лунку так, чтобы корни были полностью в земле. Затем плотно притоптать ногами. На этом участке высаживают однолетнюю сосну. Дерево неприхотливо и приживется практически в любой почве. Еще один способ помочь лесу – уборка мусора. Только в первый день очистили больше 2,5 гектаров. Акцию в этом году приурочили к году исторической памяти и проводят уже в 15 раз. Продлится она до 16 апреля. Я считаю, что это дело хорошее, благое. И через лет 15-10 я сюда опять приеду, вижу, насколько мои труды выросли и буду этим гордиться. Я приехала сюда, чтобы провести время с своими одноклассниками, поддержать класс, поддержать в принципе эту акцию, потому что я считаю, что это очень интересная идея. На восстановление пострадавших после урагана массивов отведено три года, но специалисты рассчитывают справиться быстрее. Стать частью важного дела может каждый. Для этого нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Там выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал. Энтузиазм и любовь к природе приветствуются.